В Люберцах прошел первый международный фестиваль творчества детей-инвалидов в будущее без границ. На праздник во Дворец спорта «Триумф» приехали более двух тысяч человек из четырех стран и семи регионов России. Тему продолжит Богдан Колесников. В программе фестиваля более 30 мастер-классов. Изготовление декоративных заколок, подделки из бумаги и пластилина, рисование. Каждый нашел развлечение по душе. Люберецкая центральная библиотека имени Есенина тоже подготовила творческие задания. Сегодня за окном пасмурно, поэтому каждый участник нашего мастер-класса уйдет со своим собственным солнышком и со своей яркой банданой. Подмосковные предприятия народных художественных промыслов, Жостовская фабрика декоративной росписи, Кжельский фарфоровый завод и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи познакомили ребят с историей ремесел и рассказали об особенностях техники свободной росписи. Сегодня такое мероприятие, когда все его долго ждали, все встречаются, вы видите кругом улыбки, обнимашки, все рады друг друга видеть. И для наших детей особенно, которые часто лишены этой возможности, лишены возможности общения, приехать на такое большое событие. Среди почетных гостей праздника архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, министр социального развития Людмила Болотаева, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Китыван Швелидзе. Вы большие-большие молодцы. Спасибо вам за ваши рисунки, за ваши танцы, за ваши стихи. Это просто невероятное свет, добро, все, что исходит от ваших конкурсных работ. И поздравляю победителей, друзья. Молодцы, ребят. Спасибо вам большое. Дети – это наше все. Это наша радость, это наша гордость, это наши заботы. И я хочу пожелать нам с вами, дорогие родители, быть счастливыми родителями. Здоровья, счастья, благополучия. Всего самого-самого вам хорошего. С праздником вас! Фестиваль «В будущей без границ» впервые провели в 2016 году по инициативе общественной организации Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья. С каждым разом праздник становится все масштабнее. Нам очень нравится, очень много мастер-классов, ребенок всегда доволен. Ну а также мы участвовали в конкурсе «Мир без границ», где рассказывали стихотворения. И вообще дети очень талантливые, дети замечательные. Это возможность познакомиться, выразить себя, показать себя, что мы можем наравне со всеми детьми занимать и призовые места, и принимать участие. Я очень готова выступить ради мамы, бабушки и всех-всех-всех. Я ради всех знакомых, которые выступят. Я самая смелая девушка. Проект «Будущее без границ» входит в топ-100 лучших практик фонда президентских грантов. Он неоднократно становился лауреатом премии губернатора Московской области. За время существования фестиваля его посетили более 20 тысяч человек. Сегодня на празднике почти две тысячи детей. Столько много людей, все позитивные, все улыбаются друг другу. Просто здорово. Мы первый раз на таком большом мероприятии. Но я надеюсь, мы справимся. Фестиваль объединил 26 муниципальных образований Московской области. Приехали на праздник и гости Санкт-Петербурга, Курска, Вологды, Ростова и других городов. Каждый коллектив подготовил свои творческие номера. Мы приехали из Чероповча, 20 человек, будем петь хором песню «Солнечный круг». Первый международный фестиваль творчества детей-инвалидов сплотил ребят из России, Абхазии, Республики Беларусь, Казахстана и Армении. Теперь юные таланты встретятся на галоконцерте уже в следующем году. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я.